Всем привет! В общем-то, примерно год назад мы заказали у знакомых, можно сказать, в мебельном салоне у знакомых заказали змей. Сами на ощертили чертеж. Змей называется Равкаку. Выбрали ткань. Короче, шею примерно год назад его почту мастера ставлю под видео, кому интересно. В принципе, в его изготовлении ничего сложного нет. В принципе, в любом городе можно найти. Место, где его можно сшить. Вот из такого материала он изготовлен. Размер его в длину 2, в ширину 1 метр. Примерно 2 квадратных метра пофиг его. Вот такой огромный красавец. Долго бежал, не было времени за него взяться. Сегодня сгоняли, купили карбоновые трубки. Это не стержни, это трубки. Получается у нас, если его расправить таким образом, получается метровые трубки, 5-миллиметровые, будут поперёк две штуки стоять. И две трубки метровые будут стоять в длину. В качестве соединения будем использовать тоже карбоновую трубку, соответствующего подходящего диаметра. То есть, получается, эти трубки 5 миллиметров в диаметре. Эта трубка 5,5 на стенку, по-моему. Ну, примерно 2 миллиметра, там, полтора миллиметра толщина стенки у неё. Сейчас мы её напилим на куски. То есть, я отрежу где-то кусок из сантиметров. Она как раз, трубка сюда идеально заходит. На половинку засунем, эпоксидной смолой склеим его. У нас получится такая разборная конструкция. Вот, поперечные трубки мы тоже распилим, ну, ровно пополам. Вот, также из более толстой трубки сделаем соединительные отрезки. И, грубо говоря, у нас конструкция будет полностью разбираться. То есть, поперечные будут разбираться, и продольные, самая длинная, значит, поперечные будут разбираться. Вот, зачем ты сюда лезешь? Далее. Соединяется всё очень просто. Здесь сейчас вот вблизи покажем, как соединяется. Всё вставляется, ничего не выпадает. Вот. Если его расправить, грубо говоря, вот так, то в каждом углу, в каждом углу здесь нашит такой карман длиной где-то сантиметров 8, в который трубка очень легко входит. Мы уже пробовали запихивать. До упора загоняется. Прошито здесь тоже всё добротно. Вот. И в противоположную сторона вставляется вот в эту сторону ответную, как бы распирается. Ну, трубка немного длинноватая, на сантиметров 2 мы её укоротим. Вот. В разборном виде она будет вставляться в обе стороны и распираться посередине. Вот. Здесь эта сторона точно так же вставляется в паз. Вот. И здесь так же будет распираться. Вот. Сейчас трубки обрежем, покажу, что получится. Ну, а потом свяжем всё верёвками по технологии и поедем запускать. Выберем ветреную погоду и поедем запускать его. На углах нашиты вот такие вот армирующие уголки из ткани. Всё достаточно хорошо прошито здесь. Вот. Честно говоря, готовые конструкции, ну, готового изделия наибы такого нормального качества. За недорого я не нашёл. Поэтому проще было нарисовать лекало самому и по нему же как бы сшить. Здесь так же всё хорошо прошито, крепко как бы. С обратной стороны ткань выглядит вот так. Парашют, наверное, немного напоминает парашют. Вот. Изнутри вот в этих местах нашиты вот такие пятачки. Для чего это нужно? На самом деле карбоновые прутья, карбоновые прутья, они будут вставляться вот с этой стороны. А верёвки, которые будут продеваться в змеи, они будут с обратной стороны, грубо говоря, вдеваться. И когда ветер будет с этой стороны с тыльной дуть, вся тряпочная конструкция будет как парус натягиваться на самой вот этой раме карбоновой. И для того, чтобы дополнительно здесь армировать это место, а не вырвать ткань, здесь вот нашиты вот такие пятачки. То есть здесь я проделываю отверстие, там под леску, либо под какую-то бечёвку тонкую, лаком её замажем, чтобы она не распускалась. Ну и ткань не будет развазиться. Грубо говоря, эти пятачки, они нашиты здесь по всей длине. Вот посередине будет так же армирующий. Здесь даже две ткани я попросил нашили. Всё крепко сшито. И здесь вот вверху тоже есть такие пятачки. Вот. Ну, короче, конструкция получилась большой, красивой и крепкой, самое главное. То есть здесь нет никакого капрона, никакой плёнки. Это чисто ткань. Её можно намочить, постирать и что угодно. И что мне понравилось, вот, когда вот я выбирал у мастера, заказывал этот змей, там огромный выбор просто ткани. То есть начиная вот такую вот оранжевую, ну, мне захотелось такую, да, там можно было выбрать любого цвета, голубую, чёрную, даже с рисунками. Вот. Ну, я вот такой вот вариант остановился. Немного, кстати, напоминает ткань, как у зонтика. Короче, сейчас будем пилить карбон, вставлять его будем, ну, и посмотрим, как конструкция будет выглядеть в собранном виде уже. Значит, трубку, трубка соединительная. Мы её нарежем сейчас на куски по 12 примерно сантиметров. Я думаю, что этого расстояния вполне хватит для того, чтобы карбон этот удерживать. Вот. И распилить будем вот такой вот древмашиной. Сейчас просто насадкой обуверенной, круглой, распилим её вот так вот поперёк. Каждую здесь всё. У нас, получается, будет три сегмента из трубки. Вот. И направляющие будут. Я их тоже сейчас укорочу по сантиметру, чтобы они ткань не разорвали. Ну, и сейчас посмотрим, что получится из этого. В общем-то, после разрезки всё это выглядит следующим образом. Две коротких трубки, это будет у нас поперечная. Они будут соединяться с коротким отрезком трубки большего диаметра. Соответственно, на эту половину тоже есть такой же набор. И средняя часть из длинных трубок будет тоже соединяться с 12-сантиметровой трубкой большего диаметра. После того, как распилили, необходимо все торцы снять фаску, обработать, чтобы они были гладкими и не цеплялись за ткань. Когда вы будете продевать, ну, грубо говоря, через него. Сейчас возьмём вот такой вот двухсоставный клей эпоксидный и склеим вот эту вот трубку с одной из половинок распора. Ну, засудим её сюда, наносили до середины где-то, и склеим её. Клей 15-минутный, грубо говоря, совсем быстро он и засохнет. Вот. И у нас будет конструкция вот такая вот разборная, как удочка. То есть, змей запустили, потом его разобрали, убрали, как какой-то там, не знаю, пакет, коробку куда-то его убрать. Вот. Вот эта вот сторона, она немножко болтается. Здесь есть зазор. Ну, каким образом можно это устранить? У меня есть тонкая термоусадка. Ну, это вот, для примера, просто жёлтая, а есть чёрная. Мы сейчас её сюда насунем, наденем, обожмём, и она, по идее, внутри этой трубки не будет болтаться. Вот. Ну, собственно говоря, давайте склеим и посмотрим, что получится после склеивания. После склеивания трубки выглядят вот следующим образом. Вот я их склеил все три и уже нажрил на него. На самом деле, как будто я говорю, рококку, да, мне могут поправить любители змеев. Кто-то говорит, рококку, правильно говорить. Вот. Ну, собственно, я небольшой профессионал по змеям. Мне что-то запомнилось именно вот так. Центральная жила называется хребтом, поперечные, ребрами. Вот. Собственно, я вот его уже растянул. Что теперь, следующее, не хватает. Вот в этих вот местах мы проверим сюда капроновые верёвки, для того, чтобы, ну, когда змей будет разворачиваться, мы будем, ну, как бы, приязывать его к этой стороне. Вообще, рабочая сторона змей, с обратной стороны, то есть на него дует ветер, он будет вытягиваться. Вот. Летать этот змей может с хвостом, может без хвоста летать. Очень обычно стабильная конструкция, именно за этого его, как бы, и все любят. В этих местах тоже нужно будет вдевать верёвочки, для того, чтобы поводло змея, ну, привязываясь к этим ребрам. Вот. Сейчас мы это сделаем, привяжем эти верёвки и будем делать уже уздечки сами для змея. Итак, наконец-то, когда настала её нас ветерняя погода. Ветер дует, сейчас измерим скорость ветра. И попробуем его запустить. Там вдалеке уже приближается туман. Холодный туман. Короче, погода классная, ребят, вообще просто отпад. Мы его попробуем забрать. Нет, сначала измерим скорость ветра сегодня. Какая у нас скорость ветра. Вот таким он, стареньким, вот таким вот измерителем скорости. Есть. 5 метров в секунду, 4,5-5 порывок до 6,7 метров в секунду. Что-то у нас процедура измерения скорости ветра затягивается. Нин, попозируешь, нет? Нин. Ветер ещё чуть-чуть усилился. Ну, короче, стабильно, 6 метров в секунду есть. То есть, ветер достаточно мощный. Попробуем сейчас запустить. Да, держи его там. Подожди, забыли пройдить. Ну что, давайте, полетит здесь? Да, можно. Нин, ты снимаешь? Да. Ребята, это змей Ракаку. На квадратных метрах площадь. Вот, сейчас будем запускать его. Дети, вы всё забудьте верёвку. Верёвка у нас где-то порядка 200 метров. Подъёмная тяга очень большая. То есть, этот гей реально, вот я задержу его рукой, тянет, наверное, ну, почти на 4 килограмма вверх. Я его держу. Можно прицепить подвес, какую-то камеру со стабилизацией, короче. Но это мы в следующий раз уже попробуем. Сегодня мы просто его испытываем. Сегодня, на самом деле, уже второе испытание. Вчера мы его немного порвали, испытывали его. Ветра вчера не было. Мы проверяли, каким углом его удобнее запускать. Сегодня ветер. Вот, запускаем. Змей себя ведёт очень стабильно. Это особенность вот этих змей в Ракаку. Почему они ведут? Да, они очень простые в изготовлении и очень стабильные, эти смеи. То есть, с точки зрения подвеса, очень оборудовательная конструкция, очень стабильная. Вот, смотрите, я уже размазал уже порядка, наверное, 40 метров. Его даже не колбасит вообще, он ровно идёт. Верёвка обладает дикой парой. 200 метров. На самом деле, сейчас уже понятно, что угол атаки можно было немножечко уменьшить, вернее увеличить, смотря с какой стороны смотреть. Он бы немного выпрямился у нас. Ну и, собственно говоря, верёвка. Верёвка нужна только тоньше. Есть специальная плетёнка рыболовная, она вот сюда идеально подходит. Вот эта вот капроновая верёвка китайская, она имеет очень большую площадь и парус, соответственно, его как бы сбивает в сторону. В следующий раз попробуем загребить туда экшн-камеру и снять панораму сверху. Жень, сильно тянет? По ощущениям, как сильно? Сейчас Милки дашь подержать, только сам рукой держи. Нина, держи за петлю, чтобы не оторвали. Ты держи за петлю, не отпускай, а Милки чуть-чуть высвободите и дайте подержать, да. Да почему, можно, пусть притягивает. 200 метров верёвка. Ты ещё сильнее, Змея? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА